Девушки отдыхают 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 У меня сейчас только что была передача о клирингологии с доктором Маспенко. Мы как раз говорили о тех сложностях, которые могут постичь человека в рамках праздника. И это одно из как раз мордобития приводит к переломам носа и на самом кровотечении. Поэтому ещё Пётр Первый об этом говорил, что не надо этим заниматься, особенно на Новый год. Особенно на Новый год. Давайте веселиться, радоваться, петь песни. Да-да-да. Ну, короче, всё хватило. Про это мы забрали. Не только по носу, но и по ухам. Что вообще веселье, песни, пляски – это как раз то, что нас уводит от решения. И вообще желание войти в конфликтную какую-то ситуацию, наоборот, помогает выплеснуть нашу прекрасную накопившуюся энергию. К сожалению, она очень редко находит положительный выход. Это в основном сводится к тому, что люди себе замыкаются и раздражаются. И, ну, чего уж греха таить. Катюш, ты прекрасная певица. Мы живём, к сожалению, в сложное время. И мы можем с тобой порекомендовать людям петь. Просто надо петь. Да, заниматься музыкой, петь. И вот сейчас как раз Новый год, Рождество. Давайте возрождать наши прекрасные традиции застольного народного пения. Давайте петь, радоваться и выплёскать вот ту негативную энергию, о которой ты сейчас сказала. Правда? Ну, вот что за столом? Что за столом? Ну, что за столом? Традиционное. Самое традиционное, давайте споём, да, немножечко. Ну, она в нашей обработке такая, потому что, насколько я вот помню, хор Пятницкого, и многие хоры пели вот в советское время, эту песню так разудало, это всё вот, в общем, наверное, они выплёскивали, наверное, ту самую отрицательную энергию, которая копилась. Но мне кажется, в этой песне есть такая глубина мужской любви, мужчина, который едет к своей любимой. Вот, наверное, в таком ракурсе мы споём эту песенку. Ой, морозь, морозь, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Ой, морозь меня, моего коня, моего коня. О, морозь меня, моего коня, моего коня. О, морозь меня, моего коня. Раз, красавица, ждёт меня домой, ждёт печальца. Я приведу домой, я приведу домой, на закате дня. Обниму сыну, на бою коня. Обниму сыну, на бою коня, моего коня. Я действительно никогда не слышала вот в таком ключе этой песни, потому что она действительно звучит разухабисто, но традиция угонная, оказывается, другое по тексту. Вот у меня открыли, я ее открыл, вот именно это прочтение для себя открыл, после того, как 90-е годы начались, и как бы все немножко поменялось, я думаю, но все-таки песня совсем другая. – Она оказалась лирическая, потому что все, в общем, как… – Да, на самом деле, Катюшка. – Как выпивают, потому что у всех это с молоком матери. – Вот-вот-вот, так что будем менять. – Пусть твои радиослушатели вашей программы поют ее как хотят, главное, чтобы пели, пусть разуздалут, чтобы лирически, но, наверное, в зависимости от количества принятого будет разное настроение в Новый год и Рождество. – А какие традиции? Вообще, исконно русские традиции – это… – Нет, лидование – это… – Да, да, да. – Это по Рождеству. – Да, мы что-то не на Новом годе говорим. – Конечно. Мы говорим о Рождестве, мы говорим о Новом годе, и, конечно, нужно сказать о том, что вообще все традиции Нового года и Рождества, они связаны с крестьянской жизнью. – Самое главное, что заложено было, это желание крестьян получить хороший, богатый урожай. Есть урожай, есть достаток в доме, поэтому и традиции каледования, у нас начинаются зимние святки, да, с Рождества по крещению… – А святки… – Святочная неделя… – И с 7 января по 19, по крещению, когда мы с тобой, Катюша, оденемся… – По дворам. – Обязательно так, традиционно, цыганка… – Мы не оденемся, да? – В ряженых… – В ряженых… – В ряженых, это значит, ну, традиционные персонажи ряженого, это обязательно пол, попадья, рабочий, цыганка, медведь, вот, и одеваются, ходят по селам, по деревням, ну, господи, мы можем пройтись и по Москве… – Мы по Москве… – По Катузовскому можно пройтись, как бы, по коридору… – Недолго… – Да, да, да… – Недолго пройтись, конечно же, можно… – И заходили в каждый дом, вот я, кстати, когда это все перечитываю, я понимаю, откуда у нас традиция вот этого хлебосольного накрытия столов, приглашения гостей, она как раз идет вот от этих новогодних, рождественских праздников, потому что обязательно надо накрыть стол, чтобы был холодец со свиными ножками, чтобы была выпечка, потому что идут ряжены, идут калядовать, и они прям просят, не просто так, а прям настойчиво дайте, угостите, если не подает хозяйка… – А, знаешь, там идет, и чтоб у вас дом разрушился, да чтоб у вас скот сдох, да чтоб у вас скот… – А, то есть вот даже… – А, то есть вот даже… – Да, если ты… – А, то есть там, как говорится… – Да, и доводились, поэтому, конечно, старались угостить и… – Задобрить. – Да, да, обязательно, и пелись разные песни, Катерин, вот у меня вопрос к тебе. Вот ходили же по улицам, особенно наша центральная часть России и южная, у нас манера исполнения такая открытая… – Экспрессивная. – Да, и отличается от севера, ведь выходили, пели, на всю улицу кричали, целую ночь… – И не заболевали? – Вот как-то с голосовыми связками. – И не заболевали? – Ну, я думаю, нет. – Ну, тогда-то точно совершенно не было не просто фуниадров, но и от левитологов в чистом виде. На деревне так точно не было, но, наверное, какая-то охриплость могла присутствовать. Но я так думаю, что у людей была практика активная, потому что всё-таки гуляние, хождение по вечерам, девушки ходили на заваринках… – Наверное, чем-то смазывать надо было голос. – Ну, ты имеешь это же ко муху, да? – И мёдом. – А может быть, ну, вряд ли ходили с термосом. – Ну, наверное, может быть, выпивали. – Вот хороший вопрос. Я вообще, честно говоря, не знаю. Девушки пили? – Ты имеешь в виду медовуху? – Ну, да. Вот что пили? – Ну, как правило, на Руси пиво, медовуха присутствовала обязательно. – Ну, я думаю, что, конечно, была банька после праздников. – Ну, это потом. – Это потом. – Ну, вот когда выходили. – Ну, вот перед тем, как шли, того, чтобы пойти мороз, согреться. Вот что могли? Женщинам разрешалось пить алкоголь? – Ну, я думаю, что женщинам, да, девушкам нет. Вот, ну, наверное, одевались тепло. И то, что ты сказала первое – это, наверное, вот привычка, наверное, традиция, что с детства, с молоду они привыкали. Потому что у меня в практике был такой случай. Мы приехали, поскольку мы начинали с Геннадием в Курской филармонии, естественно, объезжали по деревням, и пели, и выступали. И зимой, как-то приехав на концерт, мы сказали, господи, как у вас тут холодно, и как мы тут у вас сейчас будем петь и выступать. На что мне директор клуба сказал, слушайте, какие вы артисты. У меня вот тут вот Маша, которая вот сейчас выйдет. – Сашка Соловей. – И как она сейчас споет, и ничего. Я говорю, ну, может быть, Саша Соловей не так часто поет, как мы. Не знаю. Ну, вот такая традиция открытого горлового пения, она сохраняется и в центре, и в Южной России. И люди вот поют совершенно, ходят по улице. – А может быть, здоровее были как-то люди? Не боялись мороза? – Ну, во-первых, был мороз. Мне кажется, все-таки был мороз, и вот это то, что сейчас с нами происходит в средней полосе России, это скорее все-таки надо делать не в том, что не только в том, что нет снега, а в том, что еще и, к сожалению, сохраняется основание для вирусной инфекции. – Вот, Катюш, конечно. Вот этого не было, не было всего этого, люди были здоровее. – Ну, и физический труд. И потом люди все-таки спали, ложились как положено и не смотрели, не было гаджетов. Занимались тем, что природа велела. Солнце зашло, скот загнали, накормили скотину, пошли спать, поели, поспали, встали рано, все как положено. – Да, я совершенно с тобой согласна. То, что мы сейчас говорим, вели здоровый образ жизни. – Ну, природы такой, какой должно было быть, а не там никто же же не читал. – Полуночь. – Да, никто не смотрел, так сказать, программы, которые идут после полуночи, все спали, знали. Но, тем не менее, вернемся к тому, что ходили по улицам, и одна из популярных народных песен, которая особенно пелась в этот период, это «Светит месяц», песня, которую любят, которую знают. Она из репертуара Лидии Андреевны Руслановой, я ее тоже очень люблю. – Она вообще народная? – Да, это народная песня, это не авторская, и ее очень – Так что до Руслановой пела вся «Руслама-тушка». – Вообще, Катюш, народную песню на эстраду вывела Надежда Плевицкая. Она первая вывела, потому что работала с Шаляпиным, с Собиновым, она ее как бы вот из деревни… – Подтянула. – Подтянула, вот подняла вот на этот уровень, и дальше мы уже все… – Да, и мы все уже последователи ее, она, кстати, тоже бурянка, землячка… – Она, кстати, как академистка тоже пела, у нее как бы совершенно не такая манера. – Манера исполнения была немножко другая, она пела с фортепиано, у нее был концертмейстер, немножко и была лайка, и фортепиано, и поэтому ты совершенно правильно сделала замечание, что пел до этого народ, а мы уже говорим, что вот… – Ну, это опять-таки была некая стилизация народной песни, которая была представлена на широкий круг зрителей, в том числе для элиты и для царя, естественно, поэтому здесь была некая квинтэссенция. – Приходилось немножечко, естественно, подать народную песню так, как бы ее восприняли. Вот, а потом уже у нас появился Пятецкий… – Поэтому это были и костюмы соответствующие… – Да, она выступала, да, 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 абсолютно права. – Костюмчики были у нее. Ну, тем не менее, давайте споем, я думаю, нас поддержат. Готовимся к Рождеству, к Новому году! Не спится, не лежится, и сон меня не берет, А я сходил бы к Кате в гости, да не знаю, где живет. А попросил бы я товарища мой, товарищ доведет. А мой товарищ лучше, караш, Светит месяц! Светит ясный, светит белая заря, Осветил да путь дорожку А вдоль до Кати на двора Подхожу я Кате к дому А у Кати нет огня Постучал я да под окошком А моя Катя крепко спит Стыдно, стыдно тебе, Катя Завечено рано спать А тебе, мой друг, стыднее А на полу ночи горя Светит месяц, светит ясный Светит белая заря Осветил да путь дорожку А вдоль до Кати на двора Осветил да путь дорожку А вдоль до Кати на двора Какая прелесть! Я даже не знала, что здесь можно вкрапление имен Я так понимаю, что в педагогу-то нет Конечно, Катюш, в деревне сколько девушек живет? И Катя, и Саша, и Наташа, я думаю, и Валя Так что очень удобно, да, Катюш Вот тебе гости Хорошо, что меня там не упомянули по имени Так что мы сегодня у Катерины в гостях А вообще с Катериной много, да, песен еще? Да, кстати, очень любимая в народе песня Катюша имя твое любит в народе И очень тоже прекрасная песня Но мы ее всю петь не будем Потому что она длинная И в ней поется о том, что вот Катюша Приняла, так сказать, гостей Генерала О, вот так, наверное, вот на святки На святки Скорее всего Приехал к ней генерал Приехал капитан и солдатик Ваня И вот приехал потом муж И говорит, слушай, Катюш Вот у тебя тут шапка лежит Это кто был? Она вот тот-то, тот-то А чем же ты кормила? Генерала телятинкой Капитана курятинкой Ну, Ванюшка борщ со мной хлебал А что пили? Генерал? Наливочку Капитан Горилочку А Ванюшка? Водочку опять со мной И самый такой вопрос Скажи, Кать, Катерина С кем спали? Она говорит, генерал? Восветлицы Капитан Вогоренки Ну, а Ванюшка? А солдатик мой солдатик А солдатик мой Слова дальше не прописаны Да, так что вот такая песня Называется «Как со вечера порошу» Ну, мы ее просто напоем И выступим в плече Как со вечера Ворошая собака Удача метель Ох, поэтка метель Как поэтка метель Как поэтка метель Как поэтка метель Мадритель Катерина Катерина Что в душе И вся душа Ее дрожит Катерина Что в душе От водя По водя Ну, а Ванюшу Все еще рассказали Да, вот пришел такой Скажи, Кать, Катерина Скажи, Катерина Скажи, Катерина, Катюша Она вот на святке Загуляла, наша девушка Ну, не без этого Жизнь Есть жизнь То есть И такое тоже случалось А как же И в то время И в то время Да, и в это И в то А что же за это полагалось Катюша Да, история умалчивает Да, там может быть Есть еще куплет Но мы знаем Такую часть Первая, наверное Песня очень любимая Ее тоже знают Любят И вот Катюша Катюша Катерина Да Русланова Да, Русланова Но говоря Говоря о святках Говоря о Рождестве Да, о встрече Мы не можем не сказать О том, что Все девушки ждали Этот праздник Потому что именно На зимних святках Гадали Катерина Ты, я думаю Знаешь об этом Знают об этом И родился Ну, честно говоря Давно уже я не гадала А вот, Валечка Напомни, пожалуйста Как вообще гадать Потому что У нас Несколько Как бы Получается Ну, сейчас так получилось Что у нас Новый год Потом мы тоже Последнее время Стали Рождество праздновать Как Как На Руси Вот этот процесс Как готовились К этому Катюш Ну, я просто хочу сказать о том Что, повторюсь Что Почему девушки Так ждали этот праздник Потому что, конечно Каждой хотелось Устроить свою жизнь Как и сейчас Встретить достойного человека Достойного мужа Но Что делали Гадали В эти гадания Конечно Верили Вот такое вот Было чувство Что Обязательно Гадание Скажет правду Девушке О ее будущей жизни Как проводилось Верили рукой Какое оно Если оно Сучками Треснутое Все Муж Старый Злой Еще и драться будет Если полено Гладкое Молодой Красивый С деньгами Девушки Радуются Верят А на Рождество Еще Под самое Рождество Было очень распространено В деревнях Гадание Ну Был Конечно Овин Скотина Все Каждая взяла Петуха Или курицу Поставили они Там Водичку Насыпали зерно Положили там Кольца свои И выпустили Своих петухов Курочек Наблюдают Куда Подошла Если подошли К воде Все Пропало Муж Пьяница Если подошла К зерну Это богатство Пшеница Овес Зерно Это всегда Олицетворение Полное Амбар Закрома Все Жизнь богата К кольцу Если подошла Птичка Ну все Именно в этом году Приедет К тебе Свататься Так что Вот Такие Гадания Девушки Не забудьте Про них Они Простые Легкие Но Судьбу Свою Знаете Особенно Те Кто хочет Выйти Замуж Уж не знаю Там Ну я думаю Это и гадалки Сейчас запомнят Вот Те Подъявления Завтрашнего Газета Приходите Гадать Есть конечно Гадание Тоже очень русское Распространенное Собираются девушки В избе У кого-то В гостях И берут Снимают Кто сережечку Кто колечко Кто поясок Вот они положили На блюдо Называется Подблюдные Гадания Накрыли платком Одна девушка Водит Вот собрали все Она Поет Песню Какую-нибудь И народную И достает Оттуда вещь Сама не видит Просто показывает Кто там позади У нее сидит И говорит Чья вещь Так Ну моя И она значит Ей как бы предсказывает Вот будет тебе это Будет то И вот каждая девушка Как бы вот Хочет узнать Что ее ждет Ну с Новым Годом Я как я уже сказала Связывали Вот конечно Надежду Первое Чтобы и скот Родился Потому что в основном Русь была у нас Ситцева В основном Практические вещи Конечно Конечно Хотелось Поэтому Не было Гесметио Ничего не было И народ Наблюдал Вот Рождество Вышли Старики На небо Посмотрели Звезды крупные Все Будет урожай Гороха Понимаешь Вот так Да Если значит Снегу много Понятно Накроют землю Хороший урожай Предположим Овса В основном Все это наблюдали Но я думаю Что и сейчас Мы наблюдаем Мы смотрим На рябинку Если много На ней ягод Мы говорим Все Зима Будет крепкая Потому что Ну Птички должны Питаться Кушать Это как бы Первый показатель Проходим мимо А там конечно Сегодня аномалия Никак не попадает Никуда А я не знаю Уродилась Рябина Не уродилась Я что-то так И не подоблюдала За этим Может ее уже До потепления Все съели Да Вот Так что Говорят подснежники уже Да Уже А мишки-то проснули Если мишки проснутся Вот Ну Поскольку Гена пришел Сегодня у нас В казачьем костюме Давайте мы И казачью Такую распространенную Песню Любимую В народе Пчелочка золотая Кстати Это песня студентов Дореводится Серьезно Да Да Это любимая Ходили по городам Студенты Не Ну они по городам Не ходили Распевали Любимая песня была Да 25 января День святой Татьяны Это день студенчества Традиционно Собирались студенты Отмечали Молебен служили Выпивали Конечно гуляли Веселились И вот Одна из любимых Студенческих песен Дореволюционных Была как раз Пчелочка золотая Пчелочка золотая Да что же ты жужжишь А пчелочка золотая Да что же ты жужжишь Жужжишь Залезай Молебен служил Залезай Жужжишь Жужжишь Молебен служил А у моей, у любых, русая краса, А черные брови и карьи глаза. Жаль, 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 карьи глаза. Жаль, 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 карьи глаза. Жаль, 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 карьи глаза. Жаль, 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 карьи глаза. Жаль, 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 карьи глаза. Слушайте, ну шаловливые тексты. Я, честно говоря, не поправила. Ну, они девушка выбирали тоже. Катюш, это же студенты. Представь, что они там творили. И гуляли, и сносили, и говорят, их забирали там. И все, все, ну студенчество. Катюш, вспомни свое. Ой, да мы такие же были, веселые. Конечно. Тут же выбирали девушек в институтах. Ну вот, да выбирались. Да, мы вот, я выбрал. А где вы встретились-то? Вы из Курска? Или вы учились там? Мы учились вместе в Московском институте культуры. Я на кафедре народного клуба. Геннадий на кафедре оркестровой. И после первого курса мы поженились. То есть, просто артисты, это так в академическом? Нет, оркестровой народники. Да, народники. Народники, да. Мне удалось даже поиграть в оркестре у самого Дубровского. Это был очень велик. А что был за оркестр такой? Это студенческий. Извините, я просто не... А, там в институте... Да, да, он просто в свое время был руководителем, дирижером оркестра имени Осипова, но со временем, как говорится, поменял профессию, пришел к нам институт преподавать. Кстати, у нас и Зыкина преподавала, и Гридин в свое время. Как раз мы учились в этот момент. А Зыкина преподавала? Зыкина преподавала, Александра Ильинична Стрельченко в свое время тоже преподавала в институт культуры, очень много талантливых исполнителей. Очень, вообще институт в то время горел. Валентина Толпунова закончила наш институт. Но я не знала никогда, что Зыкина преподавала. Да, да, да. Это что, она сольное пение преподавала? Ну-ка, поедешь, что она сольное пение. Да, 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 сольное народное пение. А на какой кафедре? На нашей же кафедре, да, у нас. На народного хора. Да, она была одна. Сейчас там они поразделились, там истрадные, и вокал. Да, да, да. А удалось пересечься в карьере с этими фигурами нашими? Я, можно расскажу? Постодонтами, да, конечно. Удалось пересечься, как раз мы работали в Курской филармонии, и приезжала Зыкина на гастроли в Курск. И Валентина ходила к ним в гостиницу «Курск». Дело в том, что я добавлю, что Виктор Фёдорович Гридин, дирижёр ансамбля «Россия», муж Людмилы Георгиевны, он был с курскими корнями, он курянин из села Пены, очень талантливый музыкант, великолепный. И мы с ним были знакомы. И я как-то в своё время, уже работая в филармонии, хотела пойти к Людмиле Георгиевне петь. В ансамбль. Петь в ансамбль. И пришла, он нас познакомил, с ней привёл, познакомила. Она меня прослушала, сказала всё. И потом говорит, а ты замужем? Я говорю, да, она кто? Муж, баянист. И вот я очень ценю Людмилу Георгиевну. Я до сих пор ей благодарна за её женскую мудрость, потому что она сказала, как-то так подтолкнула. А как же вы будете жить? Он баянист, ты певица, ты будешь ездить на гастроли, подумай об этом, это же семья у вас. И если, говорит, ты надумаешь, приходи ко мне в ноябре месяце, я тебя возьму. А мы с ней встречались где-то по весне. И я, у меня был период времени это всё подумать, и я решила, что всё-таки мы должны идти с Геннадием по жизни вместе, сохранять и творческий дуэт, и семью. То есть он фактически в этот момент дуэт у вас сформировался? Да, мы работали в филармонии, мы были артистами эстрады. Я был больше аккомпаниатором, концертмейстером, потому что у меня куча там артистов была, я и оперетьи аккомпанировал, и классическим певцам, кого только... То есть не только бывали? Нет, не только. Там целая группа артистов выезжала на гастроли, мы на месяц уезжали. Профессиональная вообще деятельность, вообще мы очень рады тому, что мы начинали как профессионалы в такой группе творческой, где Виля Шендерович, который нам вообще подсказал, выиграть детскую программу, не забывайте, она раскормит будет. Детская? Детская, да. Серьезная, что именно программа. А это ложки, трещотки, кугиклы, балалайка. То есть он нам как-то нас направил, сказал, ребята, вы поёте народную песню, но не забывайте подрастающее поколение. И мы так благодарны ему, он у нас работал конферансье, он посмотрел на нас, уже опытный был. И мы сделали детскую шикарную программу с народными инструментами, с народными песнями. И потом мы с ней выступали, то есть занимались такой пропагандистской работой. И детям нравится, да? Очень. А у нас такой интерактив, выходим ложечки, учим их на ложках, учим на трещотках, объясняем, что такое кугиклы, из чего они сделаны. А что это такое? Катюш, это такие тростниковые трубочки. Ты знаешь, пум-пум-пум-пум. Вот там поёшь, Тимони, Тимонюшка, кучерявая головушка, и там пум-пум-пум-пум. Идут вот такие вот кугиклы. Смотришь, как им это интересно. Вот просто. Ну а то, что с Зыкиной, я хочу закончить эту страничку. И после того, как Валентина её увидела, принесла ей афишу нашу уже, пурскую, нашу там с песней «По жизни». И она ей пожелала, она говорит, она разволновалась, немножко расплакалась. Я говорю, чего ты плачешь-то? У тебя, говорит, всё есть. У тебя есть голос, там у тебя молодость, есть красота, у тебя всё будет. И она подписала эту афишу на всю жизнь практически с пожеланием удачи, счастья. Для нас сейчас эта афиша в рамке Людмилы Георгиевны. В общем, как оберег такой получился. Это даже не звезда, я бы сказала, Зазыкину. Это вселенная, конечно. Конечно, она не только талантливая, Катюш, певица, она очень умная женщина, она очень мудрая. Мы с ней потом пересекались уже в Москве, в Центральном доме работников искусств. Как она ведёт себя, как она держит, как она относится к исполнению. Простая женщина? Очень. Она проста в обращении, и вот это привлекает очень. И вообще вот наши очень талантливые, известные, любимые народом исполнители, с кем я встречалась по жизни с Геннадием, например, Валентина Васильевна Толкунова, мы очень много пересекались с ней, но настолько простые. Вот я думаю, что нашему подрастающему поколению эстрадных исполнителей, которые вышли… Эстеблишменты. Что мой педагог знаком, почему у меня в голове сейчас возникло… И вот тоже, что Элла совершенно проста в общении, как любой гениальный в общем-то человек. Да, Катюш, это вот очень подкупает. Вот я помню, мы работаем где-то, ты знаешь, помню, концерт был, какой-то эстрадный концерт, и мы, так знаешь, по своим углам разошлись, что-то такое, и заходит Толкунова. И ко всем, здравствуйте, а где мне можно переодеться? А где это? Ну настолько, вот я так помню, запомнила, вот это вот просто обучение, обучение, как себя вести. И когда ты, ну ты сама, наверное, встречаешься, ты творческий человек, много работаешь, гастролируешь, думаешь, что… Ну да, ты замечаешь это, и, наверное, улыбаешься про себя и думаешь… Иногда не улыбаешь, что уже машешь рукой. У нас, к сожалению, мало практически времени осталось. Давайте что-то веселое. Давайте что-то веселенькое, хорошенькое такое. Ой, Катюша, давай мы тебе споем песню, которую любят и знают в Японии, которая просто шумасшедшим популярна, а мы вот вернулись буквально месяц назад с гастролей. «Неделька» – любимая деревенская песня японских слушателей. Поем. «Неделька»? «Неделька» называется. «Неделька» Тю-ря-тю-ря-тю-ря-тю-ря-тю-ря-ря. Тю-ря-тю-ря-тю-ря-тю-ря-тю-ря-ря. Тебя, милый мой, я с Вены встречала, а в четверг я тебя провожала. Он-то в пятницу не прятают, не мотают, а во суббот всех умерших поминают. Тю-ря-тю-ря-тю-ря-тю-ря-тю-ря-тю-ря-ря. Как-то миленький мой, ласковый ребенка, но проводила все это я недельку. Тю-ря-тю-ря-тю-ря-тю-ря-тю-ря-ря. Тю-ря-тю-ря-тю-ря-тю-ря-ря. Чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря-чуря Я когда-то её услышала, но, честно говоря, давным-давно не слышала. Забодает вся Икония. Я представляю, что она тюля-тюля-тюля, тюля-тюля, 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 уже у них нет, но это хорошо слушается, потому что в зале все сидят с нотами, с песнями, на русском поют весь зал, вот тысячный зал. Господи, боже мой. Да, да, да. Это последняя тема. То есть вы в Японии тысячники собираете, бог ты мой. Мы 23 года ездим в Японию. Боже, что мой. Вы должны быть фактически заслуженными артистами Японии. Вот я тоже об этом думаю, да. Медаль Ордена есть у Валентины 2-й степени. Обалдеть. Слушайте, ну на этой невероятной песне я хочу пожелать всем нашим зрителям здоровья в уходящем году, здорового голоса, естественно, и самых прекрасных праздников, получения удовольствия и отдыха одномоментного. И мы... Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Катерина. Спасибо всем нашим слушателям, что у нас были заслуженные артисты в гостях, заслуженные артисты России, Валентина Воронина и Геннадий Шишлин. И мы сегодня вспоминали о том, как правильно, как красиво и как хорошо отпраздновать Новый год и Рождество, святки, как гадать, что делать. Прикоснулись немножко к народной песне. Будьте здоровы, будьте счастливы. И я вам тоже желаю от всей души самого-самого доброго и прекрасного голоса, и хорошей, долгой, творческой деятельности Японии и всех остальных стран. Спасибо, но я быстренько хочу добавить, что по народным приметам в наступающем году поставьте на стол обязательно выпечку, сделанную своими руками. Это такой к сытой жизни. Пирожки можно, да? Обязательно. Пирожки, всё что угодно. Мёд, который как бы даст вам здоровье. И не забудьте чуть-чуть приоткрыть дверь, чтобы зашло счастье. Вам на Новый год. Какая прелесть. А можем мы уходить под эту же песню из эфира? Вот все это просюмите. Короче, двухнедельный орган ждёт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!